Почему мы начинаем с музыки? Для того, чтобы задать некую тональность всему фильму. Это необычные сплавы металлов с очень своеобразной перфорацией. Поэтому звук, который он издает, изумительный. Можете послушать. Очень интересно сожительство этого листа с соседними, потому что он дает резонанс. Отсюда возникает стереофоническое звучание, которое мы обязательно используем в кино. Продолжение следует... Идея обратиться к произведению «Гадкие лебеди» возникла в 87-м году, сразу после окончания писем «Мертвых человек». Прошло время, немало немногих, 15 лет. И вот размышляя о том, что бы надо делать сегодня, было бы, я вдруг со всей очевидностью понял, что надо делать «Гадких лебедей». и вдруг мне совершенно ясно стало, в какой концепции это делать. Фильм повествует о неком затопленном, заброшенном городе, со всех сторон окруженной водой, льет постоянный дождь, и в этой сырой, мрачной атмосфере зарождается некая новая цивилизация, новое понимание жизни, дети, у которых несколько иное представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. У них существуют учителя, которые родились как раз вот в этой самой атмосфере, давая жизнь новому поколению людей, зарождение новой цивилизации. Кто-то должен сегодня появиться и сказать, господа дорогие, посмотрите на себя, вы еще обезьяны. Не каждый решается это произнести, а стругацкие решаются. То редкое произведение, где это произнесено открытым текстом. Ребята, вы еще вообще не люди. 5, 10, дубль 1. Этот роман, по сути своей, это, наверное, уже последнее предупреждение. Уже куда дальше? Это уже все беспокоищее. Что-то очень тревожное в этом есть. Это не шутка. То есть это уже как бы игра и идет ва-банк. Так, ну что, все собрались? Да. Так это будет. Да, пожалуйста. Друзья, поехали, поехали. С Богом! Начинаем! Борис Натанович Стругацкий очень трепетно и серьезно отнесся к нашей задумке экранизировать эту повесть. Он нам сказал, что многие пытались это сделать, ни у кого не получилось. И он, благословив нас на это, очень пристально следил и помогал нам в создании литературного сценария. И все-таки, кто они, эти макрицы? У вас есть концепции? Если кратко, она звучит так. Они чужие. И они враги. Враги кому? Нашей цивилизации. Просто не все еще понимают, но нашей цивилизации объявлена война. А зачем им, детям? Очевидно. Дети, будущее. Кто управляет детьми, управляет будущее. Я играю девочку Иру. Она дочка главного героя. Учится в интернате для особо одаренных детей. Она многому там научилась. У учителей, у макрецов. Они учат Иру тому, что человечество ничтожно, бесполезно. И они как бы воспитывают уже новое поколение, новое человечество. Когда мы начали проект, одновременно мы с продюсером увидели передачу о неких детях Индика, которые, по сути, это то, что дети описаны в нашем сценарии и в поиске Стругацких. Дети с невероятными интеллектуальными способностями, с обычными возможностями. Великие и ужасные братья, они очень многое, как многие выдающиеся фантасты, предвидели. И очевидно, что должна была происходить некая смена. Это не генетическое изменение, да, это вот ауральное изменение, то есть изменение там некоторой короны, излучаемой человеком. Дети Индика, да. У нас вот младший сыночек, судя по всему, относится к этой категории. Он пока еще очень маленький, но у него, судя по всему, будет именно вот такая синенькая-синенькая корона вокруг головы. Дети очень талантливые, дети какие-то особые, дети, которые очень глубоко понимают проблематику сценария, что меня удивило, что навело на мысль, что, может, в Стругацкие право рождается новое поколение какое-то. Я не знаю, насколько они Индика, но иногда мне казалось, когда мы отбирали детей, что не я их экзаменую, а не меня. Когда я Риму увидела, я сразу поняла, что, как только я увидела ее глаза большие, сразу поняла, что такие трагические. Я так понимала, что это ребенок должен быть с трагическими большими глазами. Сразу поняла, что это наш человек. На пробу были две сцены по сценарию. То есть сначала они хотели посмотреть на меня, как я могу загипнотизировать. Иди. Что ты стоишь? Иди. Ты ведь слышишь мой голос? Иди. Я говорю, иди. Виктор Банев приезжает из Америки, где он живет уже какие-то годы, как и я. У него дочь осталась здесь, как и у меня. Вот. И много-много-много я понимаю, я чувствую этого человека. Вот. И поэтому вот это такое вот совпадение. Много-много совпадений каких-то. Очень таких интересно. Кандидатура Григория Глади возникла почти сразу. Просто мы боялись, что это будет очень сложно, потому что он в Канаде, у него там свой график, свои спектакли, свои съемки. Оттуда далеко ехать. Но когда мы ему перестали сценариум, прочел, это была замечательная реакция. Он сказал, я все отложу, я буду сниматься в этом фильме. Это вот то, о чем я мечтал. Герой Виктор Банев, которого я играю, для меня это не кто-то стоящий вне меня. Это я сам. Я самого себя не знаю. Я чужой сам себе в каком-то смысле тоже. Поэтому работая над персонажем, да как работая, просто пытаясь сосуществовать с персонажем, я пытаюсь разгадать себя, потому что я сам себя не знаю. Ну, я на него смотрю, и даже приходя домой, рассказываю, вот он какой-то другой, вот он совсем не такой, как мы. Он совершенно иначе работает. Он совершенно иначе себя ведет. Он не суетлив. Он очень внимателен. Он, ну не знаю, он просто личность, интересный человек. И мне вот очень интересно с ним. Я очень рада, что я с ним работаю. Оказывается, их вовсе не надо спасать, а спасать надо нас. По крайней мере, так считают они, сами детки. Правильно считают. Диана, вы тоже так думаете? Я не думаю. Я знаю. Много-много знаю. То есть? Например, я знала, что будет через 10 лет. Она немножко странная, но при этом у нее кулак наготове. То есть, как бы, две такие острые вещи, да, в характере, которые вот они как бы держат этого человека. Она чувствует жизнь, мир, сердце, ну, душой своей. Поэтому она так просто признает этот мир, его несовершенство. Поэтому она готова встать на защиту этих мокрецов, потому что они инакомыслящие. Ей это нравится. Потому что, может быть, она верит, что вот эти вот уроды, грубо говоря, такие ужасные монстры внешне, они, может быть, удивительные, прекрасные душой. Может быть, они могут привести нас, пусть это утопия, но к какому-то более совершенному миру. Откройте двери, Тихона. Виктор, положите его здесь. Отдохните. Лиана, наконец-то. Где он? Он умер. Мы опоздали. Мокрецы, они не приспособлены к этому миру. То есть это откровенные чужие, это другие, с оголенной кожей, с кожей, которая реагирует по-другому на грязь мира, на загрязнение среды, на экологию, на отсутствие кислорода, на все вещи, которыми болеет наша цивилизация. Здравствуйте. Константин Сергеевич принес одного из своих любимых художников Магрита и показал тоже одну из своих любимых картин, которая называется «Поцелуй». Там два профиля, обмотанные, не знаю, платком, тканью, но лица обернуты тканью в поцелуи. Потом все-таки решили, что нужно делать маски, потому что, ну, скане тоже как бы в процессе съемок сложновато, потому что сейчас одна складка так, другая так, то есть надо делать фиксированные маски. Я остановлюсь, когда одеваю эту маску, с этим костюмом, более размеренным, спокойным, каким-то, ну, не более умным, а, как сказать, даже не знаю. А мне кажется, какой-то образ, такой отреченый от мира, от людей обычных. Ну, не похож на обычных людей. Мне кажется, они попросту не разговаривают. Они общаются на более каком-то высшем уровне, может, телепатичном. Но с детьми, тем не менее, они общаются. С помощью движения мы будем там вот учить их без слов. Приготовились. Да. Так, команда. Поднимаем. Внизу, этажом ниже, в этот момент взлетает в воздух дети, которые приобрели сверхъестественную силу по сценарию. Они могут взлетать в воздух, опускаться, перемещаться. Хитрость тут, собственно говоря, заключается в том, что сделаны балансиры, система блоков и в перекрытиях просверлены небольшие отверстия, через которые проходят тоненькие, практически невидимые тросики, которые поднимают этих детей. Начали, пошел. Мы делали маску, технология своя, с очень крупным носом, увеличивали нос, подбородок, скулы, надбровные дуги, а потом уже покрывали, приклеивали наглохо вот эту ткань черную с тем, что получился антрацит. Вот такой уголь. Человек-камень, камень на лицо. где дети? Вы, Зиновьи! Зиновьи там. Зиновьи. Где дети? Да, да, дети! Классе. Где? Там. Подождите. Напрасно, господин Банев, остановитесь. Вообще, не очень легко, потому что тексты довольно сложные, и слова, ну, те, которые я практически не знаю. Ну, не знаю, например, я уже не помню, например, конституция или афоризм. Ну, в общем, что-нибудь в этом роде. Ну, мне папа, конечно, все это растолковал. Вот. Некоторые вещи, но вообще, я все уже забыл. Господин Банев, вы нашли сейчас очень хороший символ. Человечество это истеричный и пьяный старик, который прошел через ад. Заметьте, через ад. Потому что, к сожалению, ничего другого не достало. И вы это прекрасно знаете. Но продолжаете наставить, что человек это звучит горно. А ровно в 12 часов к вам звонит Фан Томас. Мне очень помогал Мокрет по фильму его зовут Синовий Виктор Михайлов. Мы с ним встречались, встречались в его театре. И он мне объяснял, мы с ним работали по тексту, по ощущениям работали. И он мне очень помогал, безумно помогал. И вот даже сейчас мне его очень не хватает, правда. Виктор Михайлов Виктор Михайлов Excuse me. Hello, Mr. Галемба. Are you Mr. Banif? Ну, это мой дебют на самом деле, поэтому я... Дебют. Может быть, я получу принц за лучшую роль 15-го плана. На лучший лорд-продюсера, который вмешался в процесс и спас группу от провала. Да, и спас. Точно от провала. Ну, замечательно. Ты скорая помощь в кинематографе. Стать, будучи больным, сейчас пораним на руку. Но вы просили в локте сломать вчера. А был у нас такой смешной момент, вернее, я о нем не знала. Мне потом рассказали, я подумала, какая хорошая съемочная группа. У нас работала девушка Наташа, которая, как мама родная, бегала за всеми с кофе, с бутербродами. И мы снимали на красном треугольнике, где очень страшно, грязно, противно. В темноте ничего не видно. И вот она побежала наверх, может быть, даже мне за кофе, я не знаю. Но наступила на крысу. И мне кажется, что вообще вот любая реакция, она очевидна. Но что сделала Наташа? Она зашла на так рот, зная, что я там внизу. И сейчас очень мне сложно, намного сложнее, чем ей сейчас справиться с этой крысой. Единственный был звук от крысы, которая что-то нам не поняла, что произошло. А кто-то на нее наступил. Это такой первый раз за все время, что мы снимаем. Вот естественная дождь, первый раз такая. Просто заливается, вот посмотрите. Это реальный дождь, в которой мы фактически вообще ничего не льем. И то есть сейчас даже группа в такой панике находится, да, потому что у нас даже не хватает одежды на всех, чтобы, ну, закрыться. Где я могу узнать насчет детей? Ужасающие по условиям, по бытовым условиям наши съемки, потому что съемки проходят ночами, а у нас дети. Представляете, насколько тяжело нам работать. Я имею в виду дети на съемочной площадке. Постоянно идет дождь. У нас поливальная установка заливает практически всю съемочную площадку. По несколько перемен одежды у актеров поддеты специальные костюмы водонепроницаемые. Тем не менее, к концу съемки все мокрые до нитки. И тем не менее, все в добром здравии, несмотря на то, что были и достаточно холодные ночи. Такой творческий настрой всей съемочной группы, когда все работают на результат, все понимают, что делают нечто изгадованно выходящее. Кино, за которое никому не будет стыдно. Мы сюда вошли. Есть большая комната Иры, да? А тут есть еще стена и есть дверка, вот туда, которая называется комната Иры. Вот когда снималась в квартире сцена, вот, там, где он, Первый раз пришел в квартиру и видел там меня, как, можно сказать, как видение. Вот, это водяная пыль, струи воды. У меня была такая накидка. И все вот эта вот струя, вот эта, попадала мне в капюшон. И вот меня так перевешивало, литра в пять, наверное, там было в этом капюшоне. Вот. Ну, периодически приходилось выливать. Приготовились! Дождик, дождик, дождик! Ну, мы кричим, дождь, дождь, дождь. Обычно всегда все сразу убегают, прячутся. Даже был случай, у меня просто, у меня как-то совершенно вылетело из головы, я забыл схватить пожарный гидрант и обдал Лопушанского такой хорошей струей. Поливомоечная машина за пять минут, выплескивается вся. Ну, режиссера-постановщика. Я тут же был уволен, кстати, моментально. Когда все утихло, он пишет, что Глухов уволен. Готовимся, следующий план. Постепенно привыкаешь ко всему, рыбы же привыкли, и мы привыкли. Меня этот дождь совсем не пугает, он мне очень нравится, и он мне, наоборот, очень помогает. И у меня была одна сцена такая сложная, где я специально говорю, дайте мне, пожалуйста, с собой эту прыскалку, можно я сама себя буду. И Константин Сергеевич говорит, Лаура, прежде чем сказать, камера, мотор и все остальное, я буду говорить, Лаура, прыскайся. Оператор-постановщик говорит. Кстати, в накомарнике. Кстати, надо сказать, не каждый оператор еще может снимать в дожде. Да, это так. Иной раз бывает, вот, кстати говоря, да, а может быть, это интересно, потому что, ну, дождь как таковой, без правильного света и без правильной постановки кадра, это просто вода, вода сверху, деньги на ветер. Ну, а как сделать дождь перед актером? Капля упала, побежала по плащу, по лицу, там, волосы мокрые, с волос капали. В этом весь кайф, в этом у тебя красота. Капля упала, побежала по плащу, по лицу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И знаю братьев Стругацких Если не испортили И сценарий сделали хороший Знаете, ведь очень важно Вот это взглянуть как бы Оттуда И предостеречь Как им удастся это Они уже отвечают Я буду поддерживать Насколько возможно И поверьте, очень много знаков Которые говорят о том, что Эта картина должна быть В частности Стая лебедей в первый съемочный день Над пролетающей Над съемочной площадкой Читайте знаки Картина к нашему К нашему фильму Мы начали с создания Неких образов Это вот некая Кладочная штука Спасибо Спасибо, это хорошее Спасибо вам большое Обязывающее С Горбачевым разговаривали В общем Тут трагедия Я вспоминаю его лицо Когда он отрекался От своего президентства Вот здесь вот Хоть долю бы суметь сыграть Вот этой вот Трагедии Когда Дело, которому ты посвятил жизнь И тебя от него отстраняют Бывают маленькие Так сказать Масштабы Бывают государственные Мировые Здесь мировой масштаб Гадкие лебеди Очень серьезное Жесткая отповедь Ксенофобии Ненависть к чужакам Ненависть к чужакам Которая в нашем нынешнем Российском обществе Расцвела махровым светом Поэтому этот фильм Я думаю Будет очень актуален Для того, чтобы расти вперед И духовно подниматься Как известно Надо в какую-то минуту На себя посмотреть критически Вот я имею в виду это Что посмотреть на себя Не сознаваясь По принципу Человек звучит горе А посмотреть Что мы очень далеки От идеала Если мы это осознаем Тогда есть возможность Подняться И что-то начать в себе менять А если мы будем Себя ублажать И говорить Да вы этого достойны Как реклама говорит человеку Ну достойны Тогда если мы такие хорошие А в чем проблема Мы рассказываем о том Как по-разному Можно относиться К тому, что Не так думают, как мы Не так чувствуют, как мы Можно идти двумя путями Можно понять А можно и уничтожать Собственно говоря Один из этих путей Мы уже наглядно видим В политике Достаточно сильных государств На нынешнем политическом небосклоне Я думаю, что Существуют наверняка И другие какие-то возможности Услышать Прислушаться Попытаться понять Может быть тогда Может быть тогда Поменьше будет Смертей террористов И так далее Это утопия Безусловная Но хотелось бы Об этом сказать Хотелось бы Чтобы нас услышали Распедактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok